В прямом эфире новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Галина Гаджук. Доброе утро. В центре Москвы мужчина открыл огонь по полицейским. Один правоохранитель получил ранение. Ответным огнем злоумышленник был ранен в голову. Врачам не удалось его спасти. Видеозапись нападения распространил Следственный комитет России. На кадрах видно, как мужчина направляет пистолет на приближающихся полицейских и начинает стрелять. Главное следственное управление по Москве возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По версии следователей, мужчина беспричинно открыл стрельбу по полицейским, находившихся при исполнении должностных обязанностей. Правоохранителям уже удалось установить личность нападавшего. Им оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев. Стали известны новые подробности нападения мужчины с ножом на двух женщин во французской коммуне Трап, южнее Парижа. Как сообщают местные власти, злоумышленник убил своих родственников, сестру и мать, а также ранил одного человека. После нападения преступник скрылся в ближайшем здании, а затем был расстрелян прибывшей полицией. Имя мужчины, совершившего нападение правоохранителей, пока не называют. Известно, что убийца имел проблемы с психикой. По этому делу расследование ведет прокуратура Версаля. На данном этапе следствие нападения не рассматривается как теракт. Правоохранители изучают телефоны и звонки злоумышленника. Также в его квартире проходит обыск. Следствие пытается понять характер конфликта внутри семьи преступника. Сильнейший за последние несколько лет тайфун Соулик обрушился на Южную Корею. Он уже нанес значительный ущерб острову Чеджу и направляется в столицу страны. За погодой на корейском полуострове следит наш собственный корреспондент Владислав Цой. Жители острова Чеджу ощутили тайфун Соулик в ночь с 22 на 23 августа. Там выпало больше 500 миллиметров осадков. Скорость ветра в районе горы Хала достигала 60 метров в секунду. Сейчас скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 35 километров в час. На острове повреждены линии электропередач. Больше 6,5 тысяч домов остались без электричества. Не обошлось без жертв. Одна женщина пропала без вести и, по некоторым данным, ее смыло волной. По мнению метеорологов, Соулик представляет такую же опасность, как и тайфун Компасу. 8 лет назад из-за него погибли 6 человек, а ущерб составил порядка 8 миллиардов долларов. Завтра в 7 часов утра тайфун достигнет Сеула. Здесь, как и на юго-востоке страны, будут сильный ветер и дождь. По всей Корее объявлено штормовое предупреждение. Чрезвычайные службы просят жителей отказаться от посещения пляжей и выезда за пределы населенных пунктов. Отменены порядка 350 авиарейсов, в основном по направлению к острову Чайджу и оттуда. К этому часу известно, что 9 аэропортов страны прекратили работу. Президент Мун сегодня посетил антикризисный центр и поручил свести к минимуму ущерб от последствий стихии. Он также распорядился обеспечить безопасность участников встречи семей, разделенных Корейской войной. Она проходит в Северной Корее, в горах Кымган. Однако, по прогнозам синоптиков, уже завтра тайфун покинет территорию Республики Корея. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. Жители индийского штата Керала, пострадавшие от наводнений, постепенно возвращаются в свои дома. Власти штата говорят, что вода отступает и спасательные операции подходят к концу. Но многим жителям возвращаться некуда. Разрушены десятки тысяч домов, снесены мосты, повреждены дороги. Нынешнее стихийное бедствие стало для штата сильнейшим за последние сто лет. Наводнение унесли жизни около 400 человек. По оценкам властей, на восстановление Керала потребуется более 100 миллиардов рупий. Это 1 миллиард 400 миллионов долларов США. Мы на заключительных этапах. Спасатели уже готовятся уходить. Мы видели, что свою работу они сделали превосходно. Жители Кералы на себе испытали их доброту. На Майорке более 1100 черепах изъяли испанские правоохранители в ходе рейда на нелегальной ферме. Три человека арестованы, еще трое находятся под следствием. Отмечается, что среди задержанных два гражданина Германии они находились на территории фермы. Третий, испанец, был арестован в зоомагазине в Барселоне. В ходе рейда сотрудники правоохранительных органов изъяли черепах 62 разных видов. Многие находятся под угрозой исчезновения, и их запрещено отлавливать, разводить и продавать. Помимо этого, полицейские нашли около 750 черепашьих яиц. В Китае значительно замедлился рост производства робототехники. Международные аналитики связывают сложившуюся тенденцию с торговой войной между Пекином и Вашингтоном. По данным Министерства промышленности страны, темпы роста производства роботов в Поднебесной снизились с 35% в мае до 6,3% в июле. Аналитики заявляют, что эта ситуация сохранится, пока США и Китай не изменят свои позиции в торговле. В начале 2018 года Вашингтон и Пекин начали вводить повышенные пошлины на товары друг друга. Инициатором выступил американский президент Дональд Трамп, обвинивший Китай в нечестной игре и пожаловавшийся на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. В настоящее время ограничения затронули товары общим объемом более 100 миллиардов долларов. Экспортеры обеспокоены новыми тарифами. Сейчас трудно договариваться о дальнейшем увеличении экспорта в связи с торговой войной. И на этом фоне заводы, которые выпускают робототехнику, откажутся от расширения производства. Поэтому, да, мы уже видим серьезный спад в этом секторе. Саудовская Аравия провергла слухи о том, что не станет проводить первичное размещение акций на мировых биржах государственного нефтяного гиганта. Арамко, ряд международных СМИ ранее сообщил, что саудиты отказались от планов провести IPO. Вместо этого, якобы, они займутся покупкой крупного пакета акций местного производителя нефтехимических продуктов Saudi Basic Industries Corporation. Как заявил министр энергетики Саудовской Аравии, правительство сохраняет приверженность первоначальному предложению публичного размещения акций. Вопрос стоит лишь в сдвиге работы по реализации этих планов. Отмечу, первичное размещение акций Сауди Арамко было частью продвигаемой кронпринцем Мухаммедом бин Салманом экономической реформы, призванной уменьшить зависимость королевства от продаж нефти. Стоимость арабского гиганта, производящего 10% всего черного золота в мире, оценивается в 2 трлн долларов. Примерно в два раза выше, чем Apple, самой дорогой компанией в мире, разместившей акции на бирже. Бесплатные 10 соток получат 14 тысяч жителей Актюбинской области. Для этого местные власти актуализируют электронную базу данных очередников на получение земельных участков под жилищное строительство. За 7 месяцев сотрудники управления по контролю за использованием и охраной земель проверили участки общей площадью более 160 тысяч гектаров. В результате 37 крестьянских хозяйств получили предписание об устранении выявленных нарушений и вводе земель в оборот. С начала года добровольно в госсобственность вернули уже более 47 тысяч гектаров земель сельхозназначения. 12 участков коммерческого назначения изъяли по решению судов. По закону Республики Казахстан сельхозугодия должны использоваться по назначению. Если в течение двух лет этого не происходит, уполномоченный орган вправе передать дело в суд. На сегодня установлено, что 334 тысячи гектаров используются не по назначению. Почти 6 тысяч школьников из Акмолинской области вынуждены ездить на учебу на автобусах из соседних сел. В 95 населенных пунктах дети обучаются только лишь в начальных классах. Во время областной августовской конференции педагогам 16 районов вручили ключи от 20 новых автобусов. На их приобретение из бюджета было выделено 285 миллионов тенге. Сертификат на сумму более 22 миллионов тенге получила Кейминская средняя школа Жаксынского района. Ее признали лучшей организацией среднего образования. Всего в этом году на развитие системы образования предусмотрено 76 миллиардов тенге, что на 18% выше, чем в прошлом году. Конечно, это очень значительное событие именно в канун начала нового учебного года. Воочию мы видим вот именно, знаете, такую настоящую большую заботу о детях, именно о детях сельчан для подвоза более комфортно, для подвоза вообще образовательной школы. Большое спасибо, конечно, в целом нашему государству. В Мангостаусской областной больнице местные врачи впервые провели уникальную операцию по протезированию аорты без участия специалистов из столицы. Готовились к ней почти год. Врачи обучались на семинарах и проходили практику в ведущих клиниках республики. На днях в больницу поступил 56-летний пациент в тяжелом состоянии с аневризмой аорты. Операция длилась почти 6 часов. Мужчину удалось спасти. Сейчас его готовят к выписке. Раньше таких пациентов отправляли по линии санавиации в Астану. Но бывали случаи, когда самолет не успевал к больному. При таких состояниях дорога каждая минута. Теперь помощь в экстренных случаях смогут оказать на месте. Будем ставить это на поток, чтобы помощь кардиохирургическая была доступна всем слоям населения. Есть много операций, которые нужно сделать. Разновидности при аневризме. Есть куда расти. Североказахстанские переработчики завоевывают продуктовый рынок Российской Федерации. В Умске работают 4 торговых павильона, где свои товары реализуют отечественные бизнесмены. Для россиян представлено около тысячи наименований, в том числе казахские национальные деликатесы. С ассортиментом знакомилась и наш корреспондент Ирина Панфилова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как обычно, моя хорошая чай из бетан. Александр Тришкин в казахстанском магазине – постоянный клиент. В его семье товары из соседней страны знают и любят. Жена увидела каст-продукты. Знаете, как-то здесь сердце такое зарадовалось, потому что в Казахстане – ностальгия. Светану берем, колбасы берем. Очень вкусно, конечно. Поэтому и уходим сюда, в этот магазин. Сегодня в Умске работают 4 казахстанских торговых павильона. Открыли их осенью прошлого года. Свою продукцию здесь реализуют порядка 20 компаний. В основном это перерабатывающие предприятия североказахстанской, Павлодарской и Алматинской областей. Ассортимент широкий. На прилавках представлено около тысячи наименований. Поставки у нас проходят два раза в неделю. Среда, пятница берут, потому что продукты качественные, натуральные, очень вкусные. Люди приезжают за деликатесами. Казы, шужук, сурет, кумыс, куртка, спа. Хорошо раскупают омичи и казахстанские сладости. В день в магазине закупаются больше ста покупателей. Покупаем конфеты, покупаем шоколад. Очень любим, дети любят карамель. Вообще казахстанская продукция нам очень нравится. Муж очень любит у меня конфеты, производство вашего вот этого. Я люблю выпечку. Очень вкусная продукция. Мы всегда довольны, с удовольствием покупаем, едим. И самое главное устраивают цены. В планах открыть в Омске еще восемь павильонов, в которых будут продавать казахстанские продукты. Казахстан и Россию всегда связывали не только добрососедские отношения, но и прочные торгово-экономические связи. На сегодняшний день североказахстанцы совместно с россиянами открыли свыше 200 предприятий. Только за первый квартал товарооборот превысил 25 миллиардов тенге. Этой осенью в Петропавловске планируют провести форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, уже 15-й по счету. Скорее всего, совместных проектов у стран станет больше. Ирина Ванфилова, Руслан Алиев, Омск, Российская Федерация, Хабар-24. Фрагменты ракеты-носителя «Протон» упали в жилом массиве Караганды. По такому сценарию в городе состоялись тактико-специальные учения. Отмечу, что именно на территории Карагандинской области произошло наибольшее количество аварий, связанных с падением ракет-носителей. Марина Золотарева наблюдала за учебной ликвидацией последствий. Подразделение производит радиационную и химическую разведку. По легенде учений, фрагмент ракеты-носителя «Протон» приземлился вблизи жилых домов. Горящие обломки создают угрозу возникновения пожара. Также спасатели не исключают разлива гептила. В первую очередь, это ликвидация горения, либо угроза взрыва какая-то. После этого начинают приступать именно к ликвидации вот этих самых лужей, возможно, вещество, которое там разлилось. Компонент ракетного топлива «Гептил» относится к первому классу опасности. Он обладает сильным токсическим действием. Дыхание паров гептила вызывает боли в груди и может привести к потере сознания. Пожарные в теплоотражающих костюмах тушат огонь пенной смесью, чтобы зараженное вещество как можно меньше проникло в почву. Ежегодно с космодрома Байконур запускают порядка 20 ракет-носителей. За последние 25 лет в Аргандинском регионе произошло 6 аварий, связанных с их падением. При аварийных ситуациях, естественно, она подлежит полностью забору, это зараженная почва, рекультивации, дальнейшей очистке этой зоны. Проведение таких учений особенно актуально для Каргандинской области, поэтому сегодня службы ЧС максимально смоделировали ситуации, с которыми сталкивались в реальной жизни. Марина Золотарева, Селисавкина, Сета Саина, Карганда, Хабар, 24. Коммунальщики города Житикары в Кустанайской области будут использовать в своей работе зеленые технологии. В ближайшем будущем в теплоэнергетической компании планируют реализовать три проекта общей стоимостью 45 миллионов тенге. На канализационных и водоочистных сооружениях установят солнечные батареи. Получаемую с их помощью энергию будут использовать для освещения. Также коммунальщики намерены поставить солнечную сплит-систему для нагрева воды. На предприятии с помощью зеленых технологий экономить планируют и на отоплении. Это станет возможным после установки тепловых насосов. Мы сейчас ищем предприятие или организацию, которая могла бы нас спонсировать в этом отношении на долевом участии, либо другими какими-то способами. И, соответственно, внедрив вот эти три направления, мы получим эффект в виде снижения потребления электрической и тепловой энергии. В семье отмечают 173-летие со дня рождения великого мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева. Праздничные мероприятия прошли на родине поэта в ауле Жидибай. Здесь расположен музей-заповедник Абая, где сегодня состоялось открытие выставки, посвященной его творчеству, а также презентация двух новых книг. Подробности в материале наших корреспондентов. Посложившись от традиций, празднование дня рождения великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева началось с возложения цветов к его памятнику. Затем состоялась презентация двух новых книг, в которых собраны воспоминания современников Абабая и его лучшие произведения. Они вышли в свет в рамках реализации программы «Рухани Жанвару». В одной из них читатели найдут уникальные архивные материалы, которые долгие годы хранились в фонде Музея Абая. Вторая книга посвящена школьникам и их родителям. В ней избраны и произведения мыслителя. Абая знает весь мир. Его наследие для казахского народа бесценно. Его произведения актуальны и сегодня. Коллектив музея особо отметил тех, кто внес свой вклад в продвижение идей и творчества Абая Кунанбаева. Им вручили памятные подарки. Затем собравшиеся посетили выставку под названием «Поклонись наследию великих людей». Глава государства с особым трепетом относится к творчеству великого поэта, называя его честью, совестью и сердцем казахского народа. Именно поэтому нами делается все, чтобы его наследие не угасало никогда. В этом отношении нам очень помогает программа «Рухани Жангару». Когда мы читаем стихи Абая и его слова «Назидание», то каждое слово великого поэта пробуждает в душе такие понятия, как верность, любовь к жизни и любовь к родине. Мы должны сохранить все это для последующих поколений. В настоящее время в фонде музея-заповедника Абая хранится более 20 тысяч ценных экспонатов. Все они имеют непосредственное отношение к жизни и творчеству великого мыслителя. Часть из них Абай передал краеведам лично, еще при жизни. Каждый год база музея пополняется новыми данными. В этом году при поддержке государства планируются научные визиты в музеи и архивы Российской Федерации в поисках новых интересных исторических документов, относящихся к миру Абая. Ахурки Абдуалиева, Булат Кукинауэла, Анатолий Тернов, Семей Хабар-24. И в завершении выпуска новость для футбольных болельщиков. В первом матче плей-офф Лиги Европы столичный клуб «Астана» в гостях проиграл кипрской команде «Апоэль». Встреча завершилась со счетом 0-1. Решающий гол ворота казахстанцев был забит на 78-й минуте. Ответный матч состоится 30 августа на столичном стадионе «Астана-Арена». Это были все новости к данному часу. Спасибо за внимание и увидимся в следующем эфире в 10.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова